Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Несладко живется временным фашистским оккупантам в Мелитополе. У расистов земля горит под ногами. Вот если подсуммировать все, что произошло за последние, даже не за неделю, дня за три в Мелитополе, то станет понятно, почему фашистам там, ну мягко говоря, неуютно. Итак, давайте посмотрим. Сожжен к чертовой матери офис партии Фашистская Россия, Единая Россия, который открыли в этом славном украинском городе. Вот он был и его уже нет. Партизаны о нем позаботились. Это не артиллерия, учтите. Это не дальнобойная артиллерия, это не Хаймарс. Нет. Это партизаны местные, да? Сожжено так называемое расистско-фашистское МРЭО, которое они успели там поставить в этом городе и думали, что будут выдавать свои фашистские номера. Ну, просто могли бы свастику, эту Z-свастику нарисовать на всех номерах и сказать, что это... Зачем, что это Россия? Зачем еще МРЭО для этого делать? У нас не компьютером, ничего все равно нет. Ну, короче говоря, это уже дело в прошлом и, собственно говоря, этого МРЭО больше не существует. По коллаборантам отдельная песня. Там уже, это уже не первый, не второй, не десятый, наверное, коллаборант, который пострадал за свою деятельность. Там есть некий тоже функционер, который еще в 2015 году рисовал карту Украины без Крыма. Я не знаю, как СБУ и почему его СБУ в 15-16 и так далее не взяла, не приняла. Его надо было посадить еще тогда лет на 10-12. Но лучше... И, кстати, лучше бы так и сделали. Лучше бы так и сделали, он бы был цел, жив и здоров. А теперь получилось так, что он поджарился в собственном автомобиле. И опять это никакие не хаймерсы. Это четко работа партизан. И этот момент, потом момент, что там взорвали клуб спортивный другому коллаборанту. То есть, ребята, там это только буквально за 3 дня. Это все горит, это все взрывается, это все ломается почему-то. Они не могут найти людей, которые согласны, например, проводить агитацию или же проводить какие-то действия для своего недореферендума. Вообще не могут. Таких людей не существует. Есть там 5 человек на весь город. Ну, надо учесть, конечно, что больше половины населения уже сбежали на территорию свободной Украины. Свободной от этой всей нечисти. Но тех, кто даже остался, они среди них. Никого не могут найти. Вот тех, кого они нашли, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все никто не хочет. Все ждут освобождения. Все прекрасно понимают, что вот эта вот банда, которая туда зашла, банда мародеров, убийц и насильников, это временно. Это временно. Они оттуда вылетят, потому что так же, как они вылетели с Сумской области, с Черниговской, с Киевской, с Житомирской, с Николаевской. Вылетят и они из Запорожской области. Им там ничего не сведет, потому что Запорожская область это Украина. И никто... Заметьте, сейчас у людей совершенно другие настроения. Смотрите, когда вот расисты поперлись в 2014 году в Донецкую и Луганскую области в Крым, у людей, знаете, было настроение, вот на свободной территории совсем другое. Все понимали, что наша армия не в той кондиции. Ну, честно, давайте честно и откровенно. Наша армия в 2014 году была не в той кондиции, чтобы повалить российскую армию, взять ее и просто через колено переломать. Ну вот не были мы, и близко не были в той кондиции. У нас не было ни офицеров подготовленных, ни танков, ни БТР. Ничего этого не было. Были какие-то там пару десятков танков старых. Было... Ну, то, что работало, а не то, что там на складах дело. Да, было несколько десятков БТРов и так далее. Опять-таки старых. Этого ничего не было. Что могло бы поменять картину боя. Сегодня у нас абсолютно, ребятки, другая ситуация. У нас сотни танков. Наша авиация сильна, как никогда. У нас БМП, БТР. В артиллерии столько, что у некоторых, знаете, стран НАТО, если сложить их вместе, получится столько, сколько у нас сейчас. То есть, да, мы их можем поломать сейчас через колено. У нас ракеты новые появились, как мы прекрасно видим. По Зябровке и по Новофедоровке. Прилетают туда, куда надо, и тогда, куда надо. И никто даже не может понять, что вообще произошло. Так, на вскидочку. И самое главное, у нас личный состав. Знаете, тогда люди воевали и понимали, что вот за ними никого и ничего нет. Ни какой-то вот 14-15 год, да. Вот не было, тогда не было. Сзади были только волонтеры. Ну, волонтерами, правда, была вся страна. Но вот не было второй линии обороны какой-то такой насыщенной, да. Не было регулярной армии, которая в состоянии была перекинуть противника, да. И на сегодняшний день это все по-другому. У нас погоду больше не делают батальоны. Помните, это добровольческие батальоны были, которые там и сям пытались что-то там закрыть. И какие-то дыры закрыть с собой. Гибли в этих... Закрывая эти дыры перед противником в десятки раз превосходящим по бронетехнике. Ну, что только не было. И это была, знаете, такая своего рода безнадега. И потом, и поэтому, когда это все закончилось, все выдохнули, потому что понимали, что ну с такой махиной не справиться. Сегодня совершенно другая ситуация. От этой махины, которую она сперла, остались рожки и ножки. Нет, конечно, их до сих пор многие, до сих пор больше, чем нас. Но все прекрасно понимают, где делись те, которые напали. Их нет, давно нет. Где делись все те танки, которые поехали в феврале. Их давно нет. БТР, БМП. Этого всего уже нет. Самолеты в земле. Летчики в плену. Вот так вот. Так что, да, они сейчас там мобилизуют налево-направо. У них какая-то мобилизация. Мобилизация, не знаю, это не имеет никакого значения. Они еще 3 коллеги и 15 алкоголиков мобилизуют. И что это им даст? Ничего. Если нас не смогли опрокинуть их регулярные войска, их обученная часть, которая на тот момент шла, то эти шлеперы, которых сейчас набирают, и алкашня вот это вот, и наркоманье, и неплательщики алиментов, и зэки. Вы что смеетесь? Что они нам сделают? Ничего. И кадыровцы. Ну и пускай идут в тиктоке, там что-то снимут, у них хорошо получается. Короче. Совершенно другое настроение. Люди сейчас прекрасно знают, что вооруженные силы Украины силовым вариантом освободят Мелитополь, как и всю Запорожскую область. Я подчеркиваю, силовым. Никакие не переговоры, шмелеговоры, этого ничего не будет. Люди все знают, что их освободят, тупо сломав России хребет. Вот и все. И поэтому никто не хочет с ними сотрудничать. Поэтому никого референдума не будет. Единственное, что они в состоянии сегодня сделать, это показать активность какую-то, возя передвижной цирк Шапито с коллаборантами из России, которые, ну коллаборантами русских привозят обычно. Они как делают? Они садят, берут старые какие-то автобусы, и карусы вот эти вот древние, где они их только берут, садят туда передвижной цирк, бомжей местных, бабушек, дедушек, которые там, у них пенсия нищенская на России, садят вот этот автобус, а потом показывают, возят его по разным городам, и тогда даже по-русским. Выдают это за Украину и говорят, вот посмотрите, как люди пойдут на референдум. Это вам сейчас не Донецкая, Луганская область в 2014 году, нет, это Украина. И то Украина, но там население немного другого свойства было. И надежды особой не было. И то, кстати, тоже освободим, и Донецкую, и Луганскую область. То есть, ни о каком референдуме в Мелитополе, конечно, речь не может идти. За Херсона вообще смешно говорить, там в 5 километрах ВСУ, там это все, что я не подготовлю под референдум, можно за полчаса снести просто-напросто. Ну, Херсон же никто не будет трогать, его просто оттуда их выдавят. Увидите, они оттуда. По поводу Херсона, увидите, они сделают жест доброй воли. Ну, вот я что-то не верю, что они похоронят всю свою группировку правобережную. А там, наверное, у них тысяч 20-30 человек. И я не верю, что они ее похоронят в Херсоне. Потому что, ну, оборонять там, ну, это нет смысла в этом. Это бесплодно и без... Ну, совершенно уж глупо. Хотя могут и похоронить, им же, господи, им на людей наплевать абсолютно. Поэтому для них, ну, подумаешь, как говорится, погибнет на 20 тысяч человек больше, им все равно. Посмотрим. Но все-таки мне кажется, что будет жест доброй воли, и они засверкают пятками пешком через разбитый Антоновский мост, побросав технику в Херсоне. Кстати, нам их техника пригодится. Вся, которую они загадали на правобережную Украину, мы ее все заберем, отремонтируем и пошлем дальше освобождать Крым и Донецк. Это будет немножко позже. А пока что вернемся к Мелитополю. Другие настроения у людей. Люди больше не согласны жить под этой оккупацией. Никто не верит, что это оккупация навсегда. Все прекрасно понимают, что все это временно, что очень скоро вооруженные силы Украины всю эту чуму ходячую оттуда вышвырнут к чертовой матери, и там снова будет Украина. Слава Украине!